Если коротко, потребление 9 ватт, не мерцает, цвет теплый белый, поменяли бесплатно, проверим работу от инвертора, посмотрим форму сигналов, температура до переделки 90 градусов, потом разберем, посмотрим что внутри, и еще внутри, поизучаем схему, попробуем сделать лампу вечной, а теперь давайте что-нибудь измерим, и начнем. Лампы меняют по 5 штук на человека, для начала посмотрим что заявляют, 9 ватт, да похоже на правду, световая температура указана 3000 кельвин, это теплый белый, близкий к лампе накала, об этом же говорится в википедии на некоторых упаковках от ламп накала, световой поток заявлен 900 люмен, что по идее соответствует лампе накала 75 ватт, об этом говорит википедия и сопоставимое указано на коробках от ламп накала. Это сравним чуть позже с лампой накаливания, ток потребления указан 75 миллиампер, это для расчета сечения проводки, нам мало интересно, но похоже на правду, ток потребления из сети на самом деле выглядит так, зеленый луч, указано 220-240 вольт, у меня же они нормально работают от 180 до 250 вольт, ниже 180 вольт уже снижается яркость и появляется вредная для глаза пульсация, глазами вы это не увидите, но вот что будет видно через камеру смартфона. При включении мощность стартует чуть более 9 ватт, а при прогреве стабилизируется на 9, ток потребления будет зависеть от напряжения в сети, чем ниже напряжение, тем выше будет ток. Внизу видим как раз два разных варианта напряжения и тока. Если выключать их подсветкой, лампа не маргает и не подсвечивается. Лампа корректно работает с разными датчиками движения, в том числе с синистральным ключом. Теперь проверим работу от инвертора с чистым синусом. Работает в штатном режиме. Теперь дешевый инвертор с модифицированной синусоидой. Видим потребляемую мощность 9 ватт и тоже все хорошо. Так выглядит условно плавный пуск на этом инверторе, а так на чистой синусоиде. Лампа мерцала, с диммерами вряд ли будет работать. Теперь посмотрим на пульсации. Первый осциллограф. В роли приемника под рукой оказался только инфракрасный светодиод. Чуть зрительность маленькая, но форму пульсации рассмотреть можно. Расчеты, где производить по каким-то картинкам есть снипл. Для начала проверяю, видны ли пульсации лампы накал в 100 ватт. Пульсации получились 10,5%, что сопоставимо с данной таблицей. Так выглядит пульсация лампы со смарт-драйвером. Похоже на правду, значит можно приступать. Так выглядит включение лампы. Так выглядит выключение. Теперь посмотрим пульсации поближе. Получаем около 4%. У нас частота свыше 60 кГц, поэтому пульсацию игнорируем. Для наглядности маркеры восстанавливаю на 100 Гц и осматриваюсь. Пульсация учитывается на частотах менее 300 Гц, поскольку более высокий частотный диапазон уже не воспринимается нашим зрением. Частота пульсаций приблизительно колеблется между 55 кГц и 65 кГц. Вредная пульсация проявляется, если напряжение в сети проседает менее 180 В. Для примера, вот их форма в 380, 170, 160 В. Внимание, будут спешки и мерцания. Эпилептики закрутим глаза на 20 секунд. Беру светильник со встроенным диммером. С диммерами они не дружат. Сначала мерцают, а потом стабильно светят. Кажется, все. Глаза можно открывать. Взял несколько разноцветных фломастеров. Вот для сравнения нейтральный белый, он же дневной, он же 4100 КВт. Мощность 5 Вт. Теперь наша испытуемая. На дистанции 25 см замерял телефоном яркость в люксах. И будут эти люксы с каменами. Это малоинформативно, но все же. Теперь лампа накала на мощности 60 Вт. Теперь на мощности 75 Вт. Теперь на мощности 90 Вт. Снова наша испытуемая. Лампа накала 90 Вт. Светодиодная 9 Вт. Лампа накала 75 Вт. Светодиодная 9 Вт. Лампа накала 60 Вт. 9 Вт. Может, такой вариант сравнения кому-то будет удобней. Давайте вскроем одну из них Пластиковая колба отделилась легко Достаточно было подковернуть чем-то острым Так выглядит основная и единственная плата Посажена на термоклей А это вид с торца Видим алюминиевую подложку и возможно стеклотекстолит Алюминий не везде и это видно на просвет Возможно здесь можно рассмотреть край подложки Рассмотрев плату и деталюшки с разных сторон Набросал электрическую схему На входе установлен ограничительный резистор на 33 Ом Выполняющий и роль предохранителя Затем фильтрующий дроссель и основная микросхема драйвер BP2863 У него внутри уже встроен диодный мостик и обратный диод Рядом датчик тока на двух резисторах И входной электролитический конденсатор на 2,2 мкФ и 400 В Затем накопительный дроссель и выходной конденсатор Рядом разрядный резистор и цепочка из светодиодов Светодиоды 9 В и трехкристальные В количестве 11 штук включены последовательно Видим по сути неизолированный драйвер тока На новой схеме понижающего преобразователя Так выглядит входное напряжение и форма потребляемого тока Желтый луч это напряжение сети Зеленый это потребляемый ток из сети Что совпадает с показаниями Втметра Несколько полупериодов для большей наглядности На вид все классически, но это не фэншуй Добавил белый луч это потребляемая мощность Несколько полупериодов для большей наглядности Здесь это математическое произведение зеленого и желтого луча То бишь тока на напряжении А так выглядит потребляемый ток в динамике Теперь посмотрим что творится на датчике тока Видим пилообразный сигнал Пока играюсь с масштабом посмотрим на движение тока В момент открытия транзистора происходит нарастание тока в дросселе по зеленому маршруту Когда ток как следствие напряжения на резисторе драстет до кругового значения Затем что этот транзистор скроется А в момент закрытия транзистора ток в дросселе начинает спадать уже по оранжевому маршруту через диод Обычный понижающий преобразователь В роли нагрузки выступают светодиоды и выходной сглаживающий конденсатор И весь этот движ проходит на частоте около 60 кГц Вот так выглядит спектр сигнала Все что правее 70 кГц это из-за пилообразности сигнала и разложения в ряд фурье Игнорьте это Теперь посмотрим что происходит на входном электролите Общая картинка такая И несколько вариантов если посмотреть поближе в разных местах временного интервала Видно где идет подзарядка от сети, а где идет работа на нагрузку Общий план и два маркера на 50 Гц А так выглядит спектральная составляющая Меняю масштаб Было 5 вольт на деление, теперь 200 милливольт Вот что творится на выходном конденсаторе Какая-то дичь Тоже для сравнения рассмотрим некоторые различные участки Интересно, но переварить это тяжело Какая-то дичь А под дичь будешь? Под дичь буду Телер! Дичь! Дичь! Страшно, очень страшно Мы не знаем что это такое Если б мы знали что это такое Мы не знаем что это такое Это дичь? Это дичь? Дичь! Ну и сам спектр Осталось посмотреть что творится на одном из светодиодов Так выглядит переменная составляющая на светодиоде Лампа может давать наводки на FM-радио Теперь о переделке Составил предварительно Excel-табличку В первое поле занес пороговое значение из даташита Следующие два резисторы токового датчика Затем формулы хиггалентного сопротивления Потом формулы для тока из даташита Здесь напряжение на 11,9 вольтовых светодиодах Мощность это произведение тока на напряжение Теперь смотрю Если убрать резистор на 5,1 Ом То мощность получится около 5 Вт Если заменить его на 20 Ом То получится предположительно 6 Вт И так далее Для начала попробую просто убрать резистор на 5,1 Ом Вот он на плате, отпаиваю И припаю одной стороной, чтобы не потерять При желании его можно выломать Получаем мощность 5 Вт и ток потребления 38 мА Вот что было, вот что получилось Опять что было, что получилось Лампа 75 Вт для сравнения Температура снизилась с 90 до 60 При 25 градусах в комнате Нижний порог рабочего напряжения Без пульсации стал 145 Вольт Вот для сравнения Как изменилась форма потребляемого тока от сети Еще часто ташим поднялся с 60 до 100 кГц Ах да, вес лампы 32 грамма Интересная лампочка Доволен Очень удобный ламп для переделки Если что-то непонятно, пересмотрите ролик Если пересмотрели 5 раз и все равно непонятно Можете написать комментарий Написать комментарий Ссылка на даташитые инструменты в описании Ты дыши Я желаю всем счастья